Вместо посадок на земле свалка, жалуется Николай. Его участок совсем не готов к сезонным работам. На грядках колотый шифер, мешки с мусором и старая мебель. Мужчина уверяет, территорию захламила его соседка. И когда я приехал, значит, увидел всё это, я ей написал смс-ку. Я говорю, наведи порядок там, то есть земля не твоя, земля в аренде, весной она, соответственно, будет нужда. Она мне в ответ высылает и не подумает даже. Бороться с соседями мужчина уже устал. По его словам, козни они устраивают на каждом шагу. Вот и свалку сделали специально, чтобы выжить мужчину. Мусор обнаружился как раз после его долгого отсутствия. А соседи парируют. Грязь не от них. Осталось после прежних жильцов дома. Мусор уже неоднократно вывозили, а это остатки. И Николай в уборке вообще не помогает. Их здесь не было. Не было два года практически. Когда мы здесь всё расчистили, всё вымыли, всё вычистили. Мы, извините, туалет за свой счёт. Выкачали машину, нанимали за 2,5 тысячи. Они появились. Когда нанимают машину, вывозят. Я не против. Мы уже нанимали. Много денег тратили на это. Теперь их это очередь. Решить такой спор самостоятельно не могут многие владимирцы. В итоге соседские войны переносят на полицию. Хотя стражам порядка и так есть чем заняться. Свалки на частной территории вне зоны их ответственности. Но отказать в разбирательстве органы не могут. Написать заявление можно в дежурную часть или принести на руки участковому. Там должны отреагировать на жалобу. Составляется сотрудникам протокол. Либо материалы направляются для принятия решения в инспекцию административно-технического надзора при соответствующей администрации. Либо в органы, занимающиеся природоохранной деятельностью. Чтобы полиции было легче разобраться, к делу можно подключать фото и видеодоказательства, а также показания свидетелей. Но стоит ли ввязываться в долгое разбирательство, если можно убрать свою территорию самостоятельно?